так друзья добрый день с вами михаил томойкин это видео будет про воду вот я в общем то получил достаточно много песен но относительно много и очень много звонков от своих друзей после того как я выпустил видео которые касательно непосредственно здоровья там нормализация питания там по профессору томойкин и так далее вот сейчас я говорю про следующий очень важный аспект который касается непосредственно воды но сейчас сначала по традиции мы с вами за ваше здоровье выпьем так не не знаю так вот я на 3 . это все крепкие напитки для того чтобы поднять настроение и нам было интересно с вами вести диалог конечно же я выпью за ваше здоровье давайте так будьте уверены будьте спокойны будьте вдумчивы и анализируйте все как гомо сапиент не ломитесь сломя голову там куда-то за кем-то и тогда все все обдумайте осмыслите все взвесьте выработайте плана потом двигайтесь но вот сейчас я это видео как раз для того чтобы вы подумали просто вот подумали она очень важная но на мой взгляд и так давайте за ваше здоровье и чтобы у всех было прекрасное настроение в наше смутное время сейчас я хочу поговорить с вами это небольшое не короткое видео про воду про то про мой взгляд важность простой чистой воды вот дальше я в конце продемонстрирую еще кое-какие там свои особенности как я в походах так перемещаясь с водой но давайте абстрагируемся и вот мне задать вопрос как быть здоровым сильным и там выносливым и так далее я говорю что сила в воде сейчас чтобы продемонстрировать свою силу очень спрашивают я не буду там отжиматься боевые ботаники значит делали такой тест там всем этим чемпионам там бодибилдерам просили раздавить яйца вот я сейчас на ваших глазах просто раздавить яйца вот достаю вот эту пачку яиц не знаю что из этого получится но давайте любое какой подряд да смотрите попробуем вот я вернул просто в руку да ой-ой-ой-ойой-ой-ой раздавил да дурки скриске еще блин него беру 2 любое и все равно какой да вы смотреть беру яйцо еще надо вот смотри вообще два пальцами попробуйте кому там интересно дать левой рукой что ли раздавлю любое лицо грузить она чистая нормальная ты господи короче не буду больше дальше есть я просто летается мою мебель уникальную тут после в общем вот я вам показываю кому интересует потому что это как бы сил сделаю это просто демонстрируем не скорость ответ уже 60 лет уже можете считать вот там боевые ботаники пробуют как вот эти чемпионы все яйца до приступим в качестве теста просят их раздавить яйца и вот они дают яйца сейчас я вот это все уберу извиняюсь что так получилось но это очень важный момент поскольку вопрос у нее отжиматься там и это самое какие у падейки поднимать не буду вот яйца вам сдавил могу весь десяток но мне честно говоря жалко вот просто показываю что в своем возрасте я хорошо себя отлично чувствую и как я уже в одном из видео сказал я это всерьез говорю что вода это очень важный элемент для силы подчеркиваю дает силу вода вот не стероиды не какие-то там добавки не спортивное питание забудьте про все про это дает силу вода я уже говорил это много раз кощей бессмертный в нашем эпосе знаете такой да когда его это девица горитой воды напиться выпил одно ведро потом просил второе а после этого и девицу утащил и цепи там разорвал вот силу дает вода давайте сейчас вот абстрагируемся но кто мне не верит просто послушать как чё вы вообще пьете вот посмотрите какое вы количество жидкости какой вид жидкости вы вообще постоянно употребляете каждый день вот все говорят нужно пить как можно больше жидкости и так далее я говорю так нужно пить жидкости столько сколько ее требует организм вот сколько у здорового организма есть много нормы но для меня в целом если сказать сколько я пью жидкости я скажу ну в день наверное где-то 4 стакана вот такой воды вот я думаю что в день 4 стакана мне достаточно это при том что я достаточно хорошо тренируюсь но остальную жидкость я получаю во фруктах там и так я ему чистой воды конкретно и вот такую жидкость вы пьете вы едите супы смотрите дальше что но многие пьют пиво вот видите вот у меня она стоит уже хрен на сколько дарили вот так она и стоит кофе пьют чай предпочтительно конечно хорошие чаи лучше пейте да вот мне в пакетиках разные там вот какие-то чили а лучше пейте хороший зеленый или там какой-то вот такой ну очень качественно дорогой правда но это очень хороший чай по крайней мере он на все ваши органы и ткани действует очень хорошо я не буду тут читать ходу чая вот это вот один из хороших чаев там собирают по определенной технологии но не содержит действительно достаточный набор всех вот элемент начиная там от гармонизации там танинов как кофеина тоже содержит но концентрация пропорция качества совсем другое чем например в том же кофе я не буду показывать вам кофе потому что все знают как это выглядит там мы все буквально но что вы употребляете вы употребляете сок наверно да вы употребляете очень многие употребляют всякие вот там кока-колы там и всякие ну и так далее так далее вот для того чтобы быть здоровым и сильным задумайтесь над таким вопросом как сколько воды простой чистой воды вы употребляете за день как часто вы ее пьете вот простую чистую воду задумайтесь над это потому что с течением времени ваш организм привыкает там кофе привлекает там каким-то напитком там этим энергетиком и прочим прочим там я не говорю уже про все эти фитнес там добавки и так далее вот забудьте запомните чистая вода вот если вы хотите быть здоровым посмотрите на вашего гуру тренера в 50 лет в 60 лет посмотрите посмотрите чего он может это я уже об этом говорил так вот задумайтесь на том что к жидкости какой вы употребляете каждый день наше ну и человечество или наши предки вот вспомните вот или посмотрите вот просто могу сказать что они употребляли на заре цивилизации вот что они употребляли там какие-то энергетики какие-то соки какие-то не знаю там не знаю смеси там я не знаю что они употребляют чистую воду даже чай появился ну не знаю там две тысячи лет назад говорят там там уже фараоны там что-то пили какие-то там добавки да это были добавки какие-то там не значит он толкли больше там для этого того чтобы на массы воздействует что есть там типа какие-то самодобия но это были там настойки какие-то и так далее но в основном человечество употребляло чистую простую воду вот мы ушли от этого ушли все ушли буквально секрет вот так как там быть здоровым как быть сильным как вообще там чтобы не было там заболеваний потому что человечество и вот мы все наши нашей жизни обыдны мы не пьем вообще воду вот задумайтесь воду пью чистую там но в качестве какой-то там добавки чая там добавки кофе там иногда вот мой вам совет две трети вашей жидкости в день если вы хотите быть здоровым должны быть не какие-то напитки не говорю там про вина какие-то да чтобы вина там там говорят в испании там еще какие-то там португалии во многих странах там в австралии употребляют вино да ему полезно но это добавка подчеркиваю основной объем жидкости вы должны потреблять воду вот вы тогда будете здоровыми я просто сейчас говорю свою точку зрения и говорю свои убеждения это и есть то что требует наш организм не какие-то там я не знаю там соки даже там ну что еще сказать значит кто желает прислушаться кто хочет стать здоровым вернитесь к истокам тому что живой организм на заре своей там не знаю существования любое животное когда она болеет вот что она употреблять но хочет воды вот когда человек жажда ему бежит там не знаком в пустыне где-то что он хочет энергетик сок пиво и не знаю там водки чего-то еще вина нет он хочет чистой простой воды это требование организма и вот в силу особенностей цивилизации в силу того что мы живем в комфортных условиях мы забываем дальше спрашиваем почему я там болеют тем-то у меня там такие-то отклонения вот там да да просто потому один из факторов того что вы не употребляете простую чистую воду вот возьмите за правило даже я бы сказал так до еды обязательно там полстакана воды за полчаса после еды не пейте ничего вот потерпеть там минут десять там не знаю сколько после приема пищи после того как вы съели какую-то пищу употребите простую воду вот не чай там не кофе не со никакой там не пиво ничего употребите простую воду вот увидите какой у вас будет эффект да он возможно проявится не сразу потому что вы загрязнялись и организм перестраивается на клеточном уровне очень долго вы знаете что там никотин выводится два месяца вот два месяца минимум вам нужно придерживаться определенного графика если вы приняли какой-то для себя план или путь почему я так говорю я не буду убеждать вообще какая вода вода тоже бывает раз вода бывает простая комнатная кипяченая бывает колодезная вода самая полезная одна из это ключевая вода это живая вода вот это вода немножко подмороженная но дело в том что не у каждого современного человека организм может выпить принять ли не ледяную воду без последствий силу разных причин это будет неправильно там выделение ферментов неправильное пищеварение это мог быть там воспаление горла и так далее потому что человек отвык от приема чистой воды вот если вы две трети жидкости будете употреблять которые вам положено в деньги которые вы привыкли употреблять а вы знаете какой объем жидкости например вы пьете за один вот возьмите посчитаете ради для тех кто хочет быть здоровым подчеркиваю не кока-колу не вот такие какие-то напитки вода это одна один из наверное или если не единственный элемент который не требует расщепления вот вдумайтесь вот все что вы пьете там пиво ну даже алкоголь там сок энергетики там все все требует расщепления все требует разделение на те компоненты которые там ваше организм а вода это жидкость это элемент который не требует никакого расщепления более того он разжижает или он может это успокаивает если говорить вот таким более доступным языком те негативные процессы которые у вас есть в организме они у каждого есть даже у меня тоже конечно же есть вот и вода сразу идет куда в кровь лимфу вот она идет в том виде в котором вы ее приняли то есть она не требует расщепления вот поэтому задумайтесь над этим уберите все из своего рациона из напитков ну можно еще не убирать но я по крайней мере рекомендую тем кто хочет быть здоровым 2 3 жидкости потреблять чистую воду ну это как бы вот мой такой совет но еще могу сказать что для скептиков многие там меня там как бы шпыняет там говорят что там алкоголь пьешь там да я пью но это особый элемент я уже сказал что такое алкоголь у нас семь процентов восемь процентов но у кого-то больше у кого-то меньше микробов грибков в организме частности говорят последние данные что возбудителем рака является продукты жизнедеятельности грибков которые есть в организме то есть ну класс грибов да он разный бывает совершенно там и вот конечно там целая куча факторов человек неправильно живет отсутствие физической нагрузки неправильно питается неправильно списка стрессы и вот выделение продуктов жизнедеятельности грибков которые есть в организме они все это вместе вызывает рак вот вода это освобождает также как небольшие дозы алкоголя они тоже спасут небольшие пощерки для тех кто старше 35 это мои кредо мои принципы и для тех кто придерживаться физической нагрузки для тех кто сейчас меня потому пытается как-то оппонировать там критиковать значит вот смотрите те кто пьет пиво те кто любит кока-колу любит там соки и так далее вот если вы умываетесь чем вы умываетесь водой давайте дальше пойдем градации вот так посмеемся немножко да вот что будет если мы там в пустыне или там пробежались вы еще где-то вот нет воды у вас есть водка каяк пиво сок кока-кола там не знаю там еще что то есть да какие там другие напитки вот вылете это на себя вот кто что любит кто любит кока-колу кто любит пиво и и а я увидел все положим водочки вот как организм будет лучше себя чувствовать у меня организм продезинфицируется кто выпьет кока-колу или там чего-то все что касается сладкого даже если там написано zero сахар нет сахара там есть сахарозаменитый это тоже элемент питательная среда для огромного количества бактерий и вирусов то же самое и пиво вот тоже самое происходит сок тоже там вылить особенно концентрированный какой-нибудь вот ну даже можно свежевыжатый там взять вот любой сок и вылить и на себя что вы почувствуете но вы почувствуете в первую очередь липкость и комфорт и через какое-то время буквально через там три часа через шесть часов вас появится там зуд у вас появится краснота и так далее после алкоголя после водки особенно горюки у вас ничего не появится вас продезинфицируется а вот после этих напитков после пива там у вас появится ся это огромное количество колоний скажем так паразитарных организмов это есть питательная среда вот это я говорю чисто так вот посмеяться там ради каламбура чисто внешне что происходит с клеткой внутри организма и если положено человек употребляет то или иное мне говорят что вы там употребляете алкоголь я употребляю очень мало очень мало очень строго определенные часы мы бывает конечно исключение из правил вот но по своей системе и мне для меня это тип питания вот это я как бы сейчас говорю но сейчас у меня кода у меня песня воде те кто хочет быть здоровым те кто хочет быть сильным жить долго вот мой совет употребляйте чистую воду вот уберите всю жидкость там конечно супы там кушайте там тогда это жидкость да там во фруктах и жидкость но употребляете чистую воду две трети из всего объем завершу я как бы сейчас я уберу подносить вместе с водой тоже священной жидкостью да я сейчас покажу вам просто для тех кто интересуется свои какие-то походные вещи то что мне задавали вопрос походы я хожу в чем я ношу воду в чем я ношу во всех которые из пластика мне нравится вот такие вот которые горошки складываются они удобные очень и их можно увеличить в объеме пристегнуть особо мне нравится сейчас в таком виде вот видите это вот такие вот куда ты хочешь рассунишь если особенно ты идешь на строк и где-то у тебя суровый там какой-то длительный поход такой вот несколько разных совершенно вот они очень удобные компактные набирается вода ну конечно вода здесь не должна быть теплой даже горячей горячий потому что пластик растворяется в конце концов в микродозах но наносит вред это игру про пластик при преимущественно мне нравится очень конечно лучше всего стеклянная машине или едем там какие-то походы конечно лучше всего вот в таких бутыльках они удобные это из-под или из-под пива они видите вот немножко такие тонированные они не короче говоря вода не разлагается никаким образом под ультрафиолетом для тех кто любит колодезную воду вот я рекомендую конечно разные совершенно демонстрировать особо там меня спрашивают какие фляги я предпочитаю разные совершенно я говорю вот эти пластиковые очень удобно когда у вас есть куда их положить засунуть у меня особенно рюкзак еще нет ни два рюкзака передний задний вот я покажу вам экзотику кто мне задает вопрос вот такие фляги вот эта фляга здесь где-то она чуть меньше здесь чуть больше у меня в камуфляже мой бронежилет интересно когда я туда-то иду в серьезный поход вот вот я такой бронежилет одеваю это вот такой фляги у меня их много вот сделано так вот специально вот этот самый сейчас продемонстрировал как я ее одеваю сейчас вот так вот одену отстегивается вот таким вот образом вот стёгиваю и вот так вот я продемонстрирую как она регулируется совершенно хорошо вот на резинках она соответственно я иду сзади спереди вот таким вот образом вот я показываю вам значит сюда я ее набираю воду иногда конечно бывает не только воду водочку вот если у меня воды много то сюда водочку водочка это дезинфекция но я себе такой вот шел вот он очень комфортный удобный вот такая вот фляга да ее может стать вот на рюкзак вот под это подверг мне очень удобно вот она плоская такая вот чехол здесь у меня конечно вот имеется еще когда я хожу в тропиках то практически карманы не лишние бывают ну какую-нибудь там маечку или просто так вот здесь у меня для чего-то еще это самый вот ну вот такая вот застежка сейчас она уже оторвалась и пришли уже от походов в общем вот это я вам показал такую специфику в общем кто желает задавайте вопросы к тому ролику который я недавно поставил который касается нормализации вашего веса вот я рекомендую вам обратить внимание на воду это ваше здоровье всего вам доброго желаю вам быть сильными уверенными наше самодельное время до свидания спасибо за просмотр! 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 Продолжение следует...